доброе утро друзья друзья ну слава богу слава богу что сегодня у нас без опозданий и сегодня время солнечно что так вот каждый день едешь и все время чувствуешь себя в напряжении опоздает поезд или нет друзья мои дорогие доброе утро с вами катя я вас приветствую из города кьюзи этот город находится рядом с кинчану терми здесь находится нас нас железнодорожный вокзал и так для тех кто первый раз попал на мои первые 2 и 3 каналы я хочу представиться я являюсь официальным экскурсоводом рима и ватикана я являюсь журналистом ну и как всегда под сюжетом в описаниях я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе там же будет ссылка на мой телеграм-канал мы с вами сегодня едем в рим сегодня у меня вот в этом цикле скажем так последний день работы в риме завтрашнего дня у меня начинается работа в таскане кинчану терми в монтепульчану в пенце во всех наших городах которые мои постоянные подписчики очень хорошо вы их знаете вот в общем этот месяц ноябрь грех жаловаться туристов действительно достаточно много но сегодня мы с вами когда подъедем к колизею а вы знаете что я предпочитаю всегда приезжать пораньше чтобы для вас кое-что поснимать мы обсудим достаточно к сожалению грустную тему не стало олега протопового друзья я вот сейчас пыталась понять как идет эту очередь смотрите как она идет значит хвост вот там вот вот так вот она идет вот там она поворачивает идет параллельно теперь дальше смотрите там дальше кассы это для того чтобы поменять ваучер на билет это часа на два с половиной и вот мои туристы характеризуют это таким образом что вот приехать в город видишь очередь это да как раньше было в эпоху дефицита сразу надо вставать на счет хорошее дает сначала встаем в очередь сначала встаем в очередь а потом выясняем что дают вот о боженька нет я ошиблась смотрите друзья вот отсюда вот отсюда вот так она идет вот так вот так вот так вот так вот так вот там она поворачивает идет назад и вот к этой самой кассе то есть это с переплатой это часа два друзья два два с половиной то есть два с половиной часа здесь чтобы попасть внутрь колизей и потом такая же еще очередь базилику святого петра то есть еще там на два часа но 5 часов так прошло и все и счастье есть как говорится боженька да еще пантеон тоже значит часа часок то есть таким образом 6 часов очередей в день я не знаю я считаю что это просто очень плохая организация ничего другого просто очень плохая организация итак друзья вот посему я хотела бы дать все-таки совет всем туристам которые приедут в рим или вы приедете самостоятельно или вы воспользуетесь услугами гида но я думаю что любой профессиональный гид вам скажут все то же самое гуляйте по городу не стойте в этих очередях потому что каждый день тратить по два с половиной часа чтобы куда-то войти внутрь до базилика святого петра и и обязательно надо посетить если вы не смог не попадете в музей ватиканов там у нас отдельный разговор я вам рассказывала про барыга спекулянтов бог с ними с этими музеями ватикана базилику попасть надо поэтому базилика да идите конечно же идите в базилику придется постоять потерпеть ничего страшного но если вы придете к ватикану то есть базилики святого петра пораньше как говорится кто рано встает тому бог подает то есть если вы придете где-то в районе допустим 8 30 вы долго стоять не будете вот храм бесплатно если вам будут предлагать платные билеты отказывайтесь это барыги и спекулянтов ход базилику святого петра бесплатный поэтому приходите где-то к 8 30 к 8 и вы не будете стоять в очереди вы войдете моментально поэтому что касается базилики святого петра тут выход есть вот и вы ее осмотрите осмотрите без очереди а что касается колизея идти внутрь бог с ним бог с ним с этим колизеем а смотрите снаружи после через некоторые арки очень неплохо видно что там что находится внутри поэтому гуляйте по площадям гуляйте по улицам и получайте огромное удовольствие от этого города вот это мой совет теперь друзья я отдельно хотела рассказать вот об этой утрате которая произошла вчера не стала олега протокопова я думаю что вот мое поколение поколение постарше вы прекрасно помните этих замечательных спортсменов людмила белоусова олег протокопов это первые советские олимпийские чемпионы в общем нашей семье нам очень повезло потому что мы их знали лично познакомились совершенно случайно очень много лет тому назад мы приехали в отпуск в швейцарию гринденвальд и приехали потому что там была ледовая арена и на катке как раз нам сказали что поняв что я русская что вот у нас в городе проживают известные советские олимпийские чемпионы показали их фотографии и я попросила чтобы мне дали их номер телефона я позвонил у них никогда не было мобильных телефонов только стационарные я позвонила и они меня сразу пригласили в гости мой муж постеснялся я пошла с сыном сын был маленький тогда и первое что они сделали они моего сына поставили на спиннер на спиннер анджелу надо научиться вращаться у них никогда не было детей соответственно не было внуков и вот видимо вот какое-то это чувство не растраченное они по крайней мере на примере своего сына я хочу сказать что они очень его любили в общем они его первым делом стали раскручивать на спиннере смотрели насколько у него хорошая координация движений у него неплохая оказалось потом мы вместе пили чай они рассказала рассказывали о своем отъезде почему они решили вот так поступить то вы знаете друзья здесь никого осуждать нельзя это у каждого человека свой собственный выбор и квартира в которой они жили она была муниципальной мебель это мебель была муниципальная то есть то что предоставлял муниципалитет такая скажем сборная мебель квартира две комнаты и одна комната там была такая студия в этой комнате лежала очень старая видеокамера и они сняли фильм жизнь в три оборота в этот фильм можете найти в интернете есть жизнь в три оборота посмотрите пожалуйста первую очередь обращаюсь к любителям фигурного катания было очень много видеокассет уже в те времена вы знаете это так выглядело немножко странно что аппаратура была очень старого поколения но это были люди это абсолютные были фанатики фигурного катания они занимались выходили на лед каждый день и мы катались вместе но я-то в принципе каталась уже тогда очень неплохо а вот первое кто поставил на лед моего сына это было выпустил дым трехцветный я не знаю видно или нет акробатические самолеты это были вот и в общем друзьям акробатические да флаг флаг трехцветный зелено-белый красный так вот друзья первый кто поставил на лед моего сына это как раз была людмила я анжелу еще говорила анжелу ты можешь себе представить как тебе тебе повезло вот человек который тебе объяснял первые шаги в фигурном катании это была олимпийская чемпионка и олег тоже присутствует олег он такой более жесткий ведь мило очень очень мягкий человек была то есть она с анджелу там занималась часа полтора он конечно намучился но был очень доволен потому что олимпийская чемпионка его тренировала первый раз в жизни вот и жили они конечно очень и очень скромно и вот смотрите сколько раз мы приезжали в гринденвальд приезжали мы на по крайней мере раз бывало два раза в год мы всегда встречались мы всегда вместе катались мы всегда заходили в гости пили чай и я хочу сказать что вот в этих людях не было никакого снобизма я вот несколько своих сюжетов я посвятила снобизму некоторых так называемых звезд советской теперь российской эстрады и они очень и очень дорожили вниманием то есть когда люди приходили к ним помнили о них олег всегда выходил зданию вокзала потому что их дом находился за вокзалом города гринденвальд он встретимся возле вокзала он выходил вперед он ждал всех то есть их дома они были открыты абсолютно для всех всегда друзья Друзья, мы на Капитолийском холме, потому что подъехали мои туристы. Я начала уже экскурсию. Вот он, Капитолийский холм. Поэтому продолжаю я здесь свои воспоминания об Олеге Протопопове и Людмиле Белоусовой. Я закончила на том, что всегда двери их дома были открыты. Они очень и очень радовались тому, что люди о них помнили, что люди приходили, вспоминали. Они показывали медали у них. Вот самое дорогое, то, что у них было в Швейцарии, вот в этой скромной квартирке, конечно же, это их олимпийские медали. Поэтому всем показывали, рассказывали про фильм «Жизнь в четыре оборота». По-моему, я вам успела рассказать. Если не успела, найдите, пожалуйста, в интернете. Этот фильм имеется, особенно любители фигурного катания. Посмотрите, пожалуйста, этот фильм. И вот так вот получилось, что 6 лет тому назад, даже больше 7 лет тому назад, Людмила, она заболела, у нее был рак пищевода. Вообще она ничего не ела. Она сидела на таких жестких диетах, потому что хотела всегда сохранить вот этот вот свой юношеский вес. Она была очень худенькая, маленькая, миниатюрная. Но это, как она говорила, что вот эта вот сухость, она давала определенную силу. Но они были необыкновенно элегантны. Вот на льду, и что касается, я хочу сказать, что это потрясающе. У него, у Олега, такая осанка юношеская. То есть со спины он больше напоминал, конечно же, молодого человека. Но она тоже. Вот такая вечная беда произошла. Лечили. Но вот конец, он был, конечно, трагический. После вот этого я узнала, что он остался жить в том же доме. С ним около года тому назад произошло несчастье. Он упал, подскользнулся и сломал шейку бедра. Значит, об этом мне рассказывала одна женщина. Она из Гринденвальда. Она сама итальянка из Бергамо. У нее сувенирный магазин. У меня остался ее контакт, телефон. Мы с ней переписывались. Я попросила узнать. В общем, она рассказала мне, что вот такая вещь произошла. Что он подскользнулся возле дома. Его долго лечили. И, в общем, когда он вернулся из больницы, получилось так, что хозяин вот этого дома, который сдавал жилье, но, опять же, это было муниципальное жилье, то есть оплачивал муниципалитет, он решил в этом доме сделать ремонт. И ему пришлось переехать. И практически его выселили. Он попал в дом престарелых. В государственный дом престарелых. И где он, в общем-то, до своей кончины, он оставался. Но, конечно, мне, мои подписчики, вы скажете, не надо было уезжать, надо было оставаться. Но я тут хочу сказать, каждый волен распоряжаться своей судьбой. И он... Конечно, если бы они жили бы в России, то не было бы таких проблем. Естественно, была бы своя квартира и социальная помощь. Была бы... Тут даже гадалки ходить не надо, само собой. Но вот как... В общем, получилось, так получилось. Гринденвальд очень красивый город. Там потрясающий климат. Это так высоко в горах. Вот. Поэтому, в принципе, я не могу сказать, что они выглядели какими-то недовольными. Нет. Там конфликт был. Вот какого плана, как они мне рассказывали оба, что... Ну да, там уже победили Роднина и Зайцев. И вроде бы как их стали зажимать. Хотя в те времена техника фигурного катания, она уже, конечно, изменилась из более такого артистичного вида спорта. Он стал более атлетическим. Помните, вот эти высокие опасные поддержки делались. Много прыжковых элементов было. А у них все-таки это был больше балет. Ну, в общем, вот таким образом они просто решили, что если они останутся в Европе с их олимпийскими медалями, то, в принципе, будет потом им успех. Но вот не получилось. Не получилось, потому что жили они более чем скромно. Ну, кстати, очень здорово они рассказывали про Олимпиаду в Сочи, куда их пригласили. То есть они летали за счет спорткомитета Российской Федерации. Вот. И были очень довольны Сочи. Людмила рассказывала, в каком восторге она была и от Москвы, и от Сочи. И что жизнь, конечно, изменилась. Никаким образом сравнить нельзя, как это было раньше. Вот. И они никогда не говорили плохо про Советский Союз. Вот это я вам хочу сказать честно. ни про людей, ни про Советский Союз. Поэтому, в общем, царство им небесное. Туристы у меня подходят. Идем дальше. Так, друзья, мне кажется, что фонтан не очень хорошо виден. Вроде в свету снимаю. Я просто пока вот мы с туристами прогуливались, я вспомнила свой последний разговор с Людмилой практически уже после, перед ее смертью, когда она сказала, что я оптимистка, потому что в Швейцарии очень хорошие врачи. Я уверена, что все обойдется, что все будет хорошо, но через несколько месяцев ее не стало. Потом я пыталась несколько раз позвонить Олегу, но у него был отключен телефон. В общем, вы знаете, я хочу поделиться своими эмоциями, что уходит эпоха. Лично для меня, как будто бы вот жизнь, она действительно поделилась на две части, до и после. До, когда мы были все счастливые. И после, когда вот то, что мы имеем сейчас. тяжело это воспринимать, что уходит эпоха, уходят талантливые атлеты, то, что делают сейчас со спортом, такого не было в Советском Союзе. Даже в Советском Союзе в ретерочках не было, нет такого, не было. Даже в эпоху Холодной войны Жук говорил всегда своим подопечным, что если вы будете такими, как американцы, отдадут им, если вы будете на голову лучше американцев, отдадут им, вы должны быть на две головы вы лучше, чем они, тогда, может быть, отдадут вам. Да, в общем, как всегда, это вот такая вот подословка, она присутствовала в пользу Америки, но то, что происходит сейчас, спорта больше, к сожалению, нет. И уходит целое поколение потрясающих талантливых спортсменов. Это очень жалко. Ну вот, друзья, мы с вами в Базилике Святого Петра. Очень тепло, сейчас время очень-очень. Люди сняли с себя пуховики, многие с коротким рукавом, прогуливаются. Вот, чудесный просто день, никакого дождя. Заканчиваю свой сюжет сегодняшний. Спасибо большое, что смотрите, друзья, я вас очень люблю, и мы с вами увидимся завтра. До завтра. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok